Здравствуйте! Я сегодня пришла к вам с брендом, обзор на который я как-то долго не решалась снимать. Все это неспроста, ребята мои хорошие. Поэтому заколка модоженщина, океан жемчужина. Я принесла лав, да. Если вы вдруг как я сидите под скалой, это новый бренд, который вышел в Магнит Косметик. Написано, что импортер АО Гранд Трейд. Я, к сожалению, такого концерна, да, я не знаю. Но, когда я искала в Магнит Доставки, что купить, мне по названию лав удавались расчески, пилки для ногтей, если я, конечно, правильно помню. Но я точно помню, что было что-то похожее на пемзу. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, это абсолютно другой бренд. И он с тем, что я вам сегодня показываю, абсолютно не связан. Это не бренд Vector Distribution или NTS Gradient. Это вот АО Гранд Трейд. Также, ребята мои хорошие, это новый бренд. Я не хотела бы вставлять им палки в колеса, но давайте вместе разбираться, что мне не понравилось. Потому что легче сказать, что мне понравилось, окей? Я, конечно, купила кушан. Я, когда покупала, я вообще не смотрела, что это на самом деле. Но уже было достаточно много всего раскуплено. Например, я не смогла найти автоматический карандаш. Давайте в соседнем окне наносить этот тон. Я его тестировала. В нем 30 мл. Отлично. Мне очень нравится дизайн. Вот за что хочу похвалить этот бренд. Это хотя бы за дизайн. Давайте хоть где-то я найду плюсы. Сделано в Джезяне, как я понимаю. Интересно. Я не знаю, там ни одного завода. Впервые вообще вижу. Давайте на пудре посмотрю. Пудра тоже Чижезян. Реально, не знаю. Там ни одного завода. Обычно это Гуанчжоу. Тон мне понравился, кстати. На удивление. Вот кушан не так сильно. Не знаю, в каком видосе я вам его покажу. Может, вообще не покажу. Все это я купила в Магнит Косметик на Труда 16 в Северодвинске. Благодаря вам я узнала, что там этот бренд есть. Он есть не во всех магнитах. Поэтому мне пришлось туда идти. Вроде Труда 16. Плохо помню. У меня тон в оттенке 02. Оттенок здесь не указан. Он написан сзади. Это тоже минус. Но бренд новый можно простить. Здесь также была пломба. И меня удивило то, что он серый. Для меня это, конечно же, огромный плюс. Он не то чтобы серый. Он очень оливковый. Я сегодня его нанесла побольше. Неспроста. Производители часто пишут, что тон наслаиваемый. Наслаиваемый вы поняли. И почему-то досталась именно лав. Я просто, видите, очень долго в себе копила это. Наслаивается, да? Ну да, в принципе. Окей. Я какая-то очень серая. Спонж у меня от BeColor. Это была пиар-рассылка. Хороший спонж, но тон сегодня наносится как-то неравномерно. Консилер. Еще раз повторюсь, что упаковки его очень хорошие. Хранить в сухом и прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и влаги тон 03. Сколько миллилитров? Я вообще не вижу. Одна штука. Да хорошо, что одна штука. Вы мне скажите, сколько миллилитров-то в нем? Ребят, не вижу, блин. Давайте предполагать худшее. Три. А я не нашла количество миллилитров. В том магните у этого бренда... Что? У этого бренда в том магните, где я брала, стенд был еще не... Как? Почему у меня в голове слово не освоен? Не собран нормально. То есть стояло где-то сбоку. Я его вообще еле заметила. She's got a point. Тот магнит настолько тревожный. Мне там стало не очень как-то хорошо. Там так шумно. Столько народу много. Наверное, потому что он почти в центре города, да? Я не знаю, где центр Северодвинска. Кто-то орет. Что-то все делают. Ходят. Мой предыдущий магнит был в разы спокойнее. Это был не день скидок. Я 19 или 20 февраля покупала. Так вот сияю. В принципе, можно не закреплять. Тон. Консилер, кстати, ну такой. Средней плотности. Я очень не хочу переходить к пудре. Потому что если тон и консилер еще как бы пережить можно, да? Вот это все. Но пудру я пока трогать не буду. Я не хочу стрессовать. Очень не хочу. Я вам лучше расскажу очевидные вещи. Весна вообще-то уже на дворе так-то. Март, это весна. Я набрала как-то вот 7 килограммов так слегка случайно. Упс. Реально. Я не знаю, как это вышло. Наверное, потому что я не двигалась, скорее всего. Как вы знаете, в зал я однозначно не пойду. А почему я в зал не пойду? Потому что самый удобный и интересный вариант тренировок для меня это тренировки с лучшими тренерами на Фитстарс. Если вы еще не присоединились, откушу нос. Кстати, Фитстарс наконец-то вернули безлимит навсегда. Меня это очень радует. Тренировки на Фитстарс длятся от 7 до 30 минут в день без дополнительного оборудования. Ну и я прекрасно знаю, что вы на себе 7 минут в день выделить можете. Потому что я ведь могу. На Фитстарс очень много разнообразных тренировок по разным программам. Похудение, растяжка, йога, зумба, фитнес, танцы, пилатес и многое другое. Все программы подходят для новичков. Но также, если вдруг спортивные ребята, то и вам тоже тренировки подойдут. Во всех тренировках на Фитстарс очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. Там так хорошо все объясняют, что даже такой гусь, как я, все понимаем. Я не успеваю, а хорошенькая я. Также на платформе есть мой самый любимый раздел питания с рецептами и расчетом калорий. Где вы можете найти очень много разнообразных и полезных блюд. Также в вашей подписке доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Под абсолютно любой запрос. Здоровая стопа, здоровое тазовое дно, курс по дыханию и даже фейс-фитнес. У меня мама очень любит фейс-фитнес. А для детей от 3 лет доступны тренировки в игровой форме. Это поможет приобщить вашего ребенка к здоровому образу жизни. Я не помню, как долго, но скажу, что очень давно у меня оформлена подписка на Фитстарс. И я вам ее постоянно советую, потому что там собрано абсолютно все. Ну, буквально. Курсы, рецепты, тренировки, все в одном месте собрано. Очень удобно. Как я и говорила, легендарный безлимит навсегда вернули. И теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первого взноса. При оформлении этого тарифа за выполнение тренировок вы получаете умные весы пикку. И сертификаты фирменный магазин Фитстарс Шоп. Там есть много всяких интересных штук. Например, коврик. Я даже гантели видела. Можете сами посмотреть. У меня также есть неафилированный промокод на 70% скидку. Ребят, 70%! Где вы видели такие скидки? Вот, и я тоже только на Фитстарс. Но, ребята, тариф безлимит навсегда будет расти в цене, поэтому не откладывайте покупку. Если вы вдруг давно хотели приобрести такую выгодную подписку. Поэтому переходите по ссылке в описании и оформляйте безлимит навсегда. Ребята, акция с весами, к моему великому сожалению, только до 9 марта. То есть осталось буквально 3 дня. Все условия акции есть на сайте. Так как сейчас периодически ссылки не работают. Если вдруг у вас есть такая проблема, можете вручную ввести Фитстарс в поисковике. И при оформлении написать мой промокод вручную. Забирайте скидку и подарки, ребята мои хорошие. Весы Пикук и сертификат на 5000 рублей в официальный магазин. Это вообще очень даже хорошо. Я тоже хочу. Но у меня уже есть весы Пикук. Приятных вам тренировок. Я все еще не хочу переходить к пудре. Ой, не знаю, какую контурную палочку взять. Возьму вот этот от Influence. Это лимитка, а то я вообще им не пользуюсь почему-то. Тон сам немножко зафиксировался на удивление. К сожалению, данный тон я тестировала только на силиконовом праймере. Поэтому я не могу сказать, как он носится без праймера. Ну, сегодня поглядим. Я праймер не взяла. Я поправила консилер. Надеюсь, что я это не вырезала. Не перенанесла, просто подтушевала. Я открыла пудру. Здесь есть такой спонж хороший, кстати. Полоска. О май год. Приятно. Что с ней не так? Ребята, это отвратительный аромат. Если вдруг вам нравится, пожалуйста, пользуйтесь. У нас у всех свое мнение. Если для меня это воняет, это уже моя проблема. Детский крем и вот какие-то духи из 90-х. Вот знаете, такие ароматы неприятные. Сколько в ней граммов? Че? Три грамма? Ну че, блядь? Лав? Нет, я надеюсь, что это масса спонжей. Я не туда посмотрела. Номинальная масса три грамма. Так, применение. Нанести необходимое количество пудры на кожу лица. В случае возникновения аллергической реакции, немедленно прекратить, используя Ания. Используя Ания? Ну ладно, бренд новый, троллить не будем? Нет, будем. Почему некоторым брендам удается зайти? Какая ванина. Кажется, я поняла, почему некоторым брендам удается зайти сразу с ноги на бьюти-рынок. А некоторым нет. Потому что, я так понимаю, это не концерн большой. Дышать нечем, ребят. Я ее когда тестировала, она мне воняла еще 5 часов. Аромат вообще не выветрился. Отвечаю. Но у меня нос чувствительный. Не буянить. Я ругаюсь на холодильник, потому что, если я свою злость на холодильник не вымещу, фу, блядь, я начну на пудру это вымещать. Понимаете? Надеюсь, что да. Какая же вонючка. Жесть ложится мукой не только на этот тон, но и на куша. Мне очень нравится цвет тона. Насколько же так? Кисть я не буду ей пользоваться. Мне ее придется мыть, потому что воняет ужас. У тона единственный плюс. Это цвет. Выкидываю эту штуку. Я сегодня не могу говорить почему-то. Вчера снимаю, значит, контент свой прекрасный. Думаю, надо пойти поесть. Пошла поела. Ребята, у меня потом... Я не знаю, что случилось. Мне так стало плохо. Я бахнула таблетку от мигрени. Ладно. Но вот после нее стало отвратительно. Пришлось идти спать всем вечером. Но мы здесь не для этого собрались. Отражатель хейтеров. Хотя надо сначала контур сделать. Love Generation. Мне очень интересно. Бренд Love, да? Я, блядь, чуть не выпала. Держись, моя хорошая. Я про него как бы ничего не знаю. Что я могу знать? Ничего. Реклама особо какой-то не было. Я не знаю ни миссию бренда, ни цель. Ну, написано Love Against Filters. Любовь против фильтров. Я против фильтров ничего не имею. Как бы. Особенно вот в ТикТоке. Если вы вдруг блогер, неважно какого размера. Я имею ввиду не одежды, а количество аудитории. Думаю, вы понимаете то, что на вас все смотрят и ругаются, что вот тут не то, вот здесь не так. Особенно в ТикТоке. Надеюсь, не запрещенная сеть, но на всякий случай скажу запрещенная. В той социальной сети с тем, как вы выглядите, все очень жестко, я бы сказала. Поэтому ТикТокеров, которые используют фильтры, я понимаю. Отражатель хейтеров. Очень качественная упаковка. Опять граммовку я не вижу. Одна штука, срок годности 3 года. 4 грамма. Здесь 4 грамма, а в пудре 3. Ну ладно, он что, кремовый? Блядь, да, зря кисть достала. Набрала так немножко. Я когда его первый раз пыталась кистью нанести, да, я помню, что мне что-то не понравилось. Я бы не сказала, что он супер кремовый, но так проминается знатно. А что мне за оттенок? Хайлайтер сухой. Вы знаете, я почему молчу, мне просто очень жалко бренд. Мне серьезно жалко его ругать. Но я не прям молчу. Че здесь у меня опять, блядь, клей для ресниц, извините. Я не то что молчу, я все-таки говорю. Сухой хайлайтер, да, Love, сухой. Я всегда проезжаюсь по брендам. И поэтому почему-то проезжаться очень, знаете, жалко. Он новый такой, какой-то вот, мне почему-то жалость. Я обычно никого не жалею. У меня есть ощущение, что с этим брендом конкретно кто-то вот старался. Потому что здесь шикарный дизайн. Ну, я считаю, что... Ну, ладно, не шикарный, хороший. Конечно, шрифт подобрали такой странненький. Love Against Filters, да. Походу, Love так и расшифровывается, типа... Love Against Filters. L-A-F. Latest fuck, я бы сказала. Ну, ладно. Раз уж троллим всех, так и это троллить будем. Почему сзади написано, что хайлайтер сухой, а по факту он кремовый? Не досмотрели? Ладно, хорошо. Почему пудра воняет? Какого хера в ней 3 грамма, а? Это мало. Но пластик Love у вас очень качественный, окей. Делаем брови. Я карандаши вообще тоже... С карандашами такая ситуация, ладно. Я тестировала один раз. У меня он уже весь сточился. Карандаш в оттенке 03, он в дереве. Меня удивило то, что автоматически карандаши были раскуплены. Уже много чего было не в наличии, когда я добралась до этого магнита. Так что, да, было грустно. Но я купила то, что было. Отражатель. Ну, типичный кремовый отражатель, что сказать. Но он не супер кремовый, как какое-то желе. Ну, тоже такой. По карандашу, помню, мне он понравился. Но он очень, опять же, восковой. Ощущение такое неприятное. Как раньше карандаши были у Буржуа, например. Раньше это я имею в виду 8 лет назад. Формула ужасная. Он как пластилин. Чем-то похож на ноут. И что я недавно вам показывала этот эссенс. Но здесь лучше меньше нанести. И он какой-то красный. У меня теперь ощущение, что тон тоже случайно получился оливковым. Как и этот карандаш случайно получился красным. Недавно, кстати, кто-то спрашивал в Телеграме. А давайте эту бровь потом наделаем. Я не хочу. Спрашивали про рыжий карандаш. Фу, как пудра воняет. Я не могу. Посоветуйте рыжий карандаш для бровей. И у меня такое удивление было, потому что мне всегда попадаются рыжие карандаши для бровей. Немножко тепленькие. Откровенно, рыжие попадаются редко. Так, а вот бровь рабочего характера, наверное, немножко. Давайте сразу гель нанесу, потом уже ее вырежу, когда вторую буду делать. Я видела улав палетки на стенде. Что здесь у меня такое? И я взяла палетку... Ой, у меня куда-то делся ограничитель. Да, ребят, я не вижу. Он куда-то упал, а он застрял в крышке. Ну ладно, я нанесу, как смогу. Сейчас брови приклеятся так, что я их не отклею. Ну ладно, я что-то хотела сказать. Это ужасно, у меня такого ни разу не было. Я взяла палетку девятку, вот такую. Я на самом деле не хотела брать никакую палетку. Но взяла вот такую. Там еще четверки были. Ну ладно. Я делаю брови, сделаю бронзер и вернусь к вам с палеткой. Минутку. Я реально очень не хотела снимать этот обзор. Брови вышли странные и я не смогла вернуть ограничитель сюда. Одна штука. Сколько граммов? Я не вижу. Я не буду искать, потому что мне уже плохо. Мне не так нехорошо. Пудра воняет. Я все равно закрепила вот здесь этой пудрой консилер, несмотря на то, что она воняет. И следующий лот – это помадка вот такая. Мне нравится то, что здесь необычная крышка, немножко скошенная. Очень хорошо. Качественный пластик. Оттенок у меня 0,5. Вот показываю, надеюсь, что вам видно. Значит, 0,5 оттенок. Граммовка. Ну, видимо, это не так-то и важно. Хотя для меня очень важно. Опять же, используйте с осторожностью, если аллергия у вас есть. В Китае снова тот же самый завод. Yellow 5 Lake может выдать аллергию. Вот в составе он есть. Но не у всех. Red 6 Lake – это вроде бы… Это не кармайн случаем, нет? Не знаю. Тут нигде, кстати, не написано, что веганская линия тестируется. Ни на ком. Ну, как видите, сегодня мы эту косметику тестируем на крыске. На крыске-мариске. Или на змеюке. А в чем проблема? Думаю, да, я опять не нашла граммовку. Спасибо, что на пудре указали, что там 3 грамма. Приятно. Цвет. Вот как вы думаете? Так, покажу еще. Цвет, да? Я купила ее, думаю, о, винная помада из масс-маркета. И возьму я к ней винный карандаш. Значит, давайте по карандашу сначала. Я уже не буду искать граммовку нахера, но мне нужно. Тон 0,7 оттенок 0,7. Хорошо. Когда я его открыла, я подсняла немножко. Начала им пользоваться. Ребята, он мне поцарапал губюхи. Он очень острый. Цвет. Да, мне больно. Ай, может его поточить? Во-первых, мне стало больно. А во-вторых, мне начало сжечь губюхи. Мне больно, потому что он очень сильно царапает. Я не понимаю, почему он так поточила. Убрала эту острую штуку. Тон 0,7. Это малиновый пиджак. То есть, это не бордушка. Блин, георган расплылся. Неудобно. Неудобно красить. Но вот карандаш такой, я думала, буду тут с малиновыми такими, нет, патлоджановыми губюхами сидеть. Помадка, да? Упаковка вообще шикарная. Аромат... Ой, как у помад с Алиэкспресс раньше был. Благодаря карандашу смотрится более-менее окей. Но без этого карандаша оно было вообще не таким. Это нюдовый цвет. Он ни разу не такой. Ну, может быть, я colorblind. Но я вам отвечаю, когда я первый раз тестировала, на мне оно было коричневым. Сейчас оно засохнет. И точно не то, что на наклейке. Это меня тоже смущает. Далее карандаши для глаз. У меня их много. Целых, я так понимаю, 3. Зеленый автоматически 0,4. Помада пахнет. 0,2 деревянный и 0,6 деревянный. Я не знаю даже, как вам это объяснить. Карандаш 0,2 коричневый. Я тестировала вместе с палеткой от Influence Beauty. Он сам на себя наслаивается и создает некрасивую стрелу. Он очень твердый. Формула отвратительная. Далее зеленый. Я, по-моему, даже тестировать не стала. Тоже плотный. Тоже сложно. Но сегодня я вам его покажу. И 0,4 автоматический. Смотрю, тестировала. Что не понравилось? А, блядь, ясно. Он вот такой. Ну, сводчится как-то комочками. Не знаю, опять-таки видно или нет. Ну, давайте, что уж, да, делать. Я так хотела, чтобы мне понравился этот бренд. Но, блядь, давайте надеяться, что тени нормальные. Мне губехам некомфортно. Не склеивает, кстати, помада. Финиш очень красивый. Похвалить могу за это хотя бы. Да и цвет сегодня. Как это вышло? Первый раз он был коричневый. Ну, более-менее подходит. Ладно, уж не буду выделываться. Окей. Тени, да? Блин. Вообще не хочу. На самом деле, я себя заставила снимать этот обзор. Праймер в этот Вайлд, как всегда. Спонж прикольный у Би-Колор. Да, неплохой. У меня их целых два. Ммм, надо же. Номинальная масса 0,8 Г на 9. Получается 9 оттенков. В каждом рефиле 0,8 граммов продукта. А с чего начнем? Я даже, я не знаю. Я хочу взять шейдер. Нет. Наверное, я не знаю, что делать. Я возьму шейдер и возьму верблюжью лапку. Вот такой оттенок верблюжьей лапки. Не тестировала тени ни разу вообще. То есть, я не знаю, что меня ждет. Надеюсь, меня ждет что-то приятное. Ну, например, верблюжья лапка. Она пока что достаточно пигментированная. Неплохая верблюжья лапка. Это больше даже персик. Да, такой персик. Беру темный коричневый. Тут всего лишь 4 матовых. Нет, 5. Немножко ошиблась. Я не буду это комментировать. Беру средний коричневый. Вот он уже больше похож на верблюжьи яйца. Смешаю вот так границу. Ну и пройдусь и вот здесь. Хочу взять коричневый как подложку на нижний глаз. Куда мне, конечно, зеленый. Ну и на слизистую тоже. Думаю, сразу же этот карандаш возьму. Ой. Так, у меня глаз потек. Подожду, пока высохнет. Ребята, мои хорошенькие. Ну, здесь есть очень красивый сиреневый. С чем его сочетать? Вот в угол его возьму. И что будет? Морозный сатин получается. Есть еще немножко такой, будто бы золотой. Очень тяжело набирается. Тоже типичный сатин. Не очень хорошее производство. Вы нашли Love. Это как самые вот эти ноунеймы с Wildberries или Сазона, но положенные в красивую упаковку. Если вы любите тени Dota Girl, но вас смущает аромат, Dota Girl без аромата и в хорошей упаковке. Зеркало меня, кстати, не искажает. Здесь есть вот такой мраморный фламинго. Я его пальцем нанесу. Напоминаю, что я обычно так не делаю. Он очень желейный и какой-то странный немножко. Я не включила, по-моему, в чтение комментариев один комментарий. Там так смешно было. Вы пробовали косметику из золотой яблока? Купили ширпотреб в Турции? Что-то типа такого. Ширпотреб. Maybelline и Essence это... Ну, хорошо. Это было под одним из видосов, которые я в Турции еще снимала, когда там проживала некоторое время. Так, снова беру темно-коричневый. Он уже потускнел. Я держусь. Просто я не хочу обижать бренд. Честно, вот. Ну, не хочу. Ну, как-то вот аж душа болит, знаете. Это же бренд российский, я так понимаю. Ну, раз в магните продается... Ну, вроде, да, там импортер. Ну, с адресом юридическим в Москве. Ну, на подложке, конечно, все хорошо. Вот такой макияж получился. У меня появилось очень большое желание. Здесь есть вот такой. И, понимаете, его... Вот, смотрите. Без белой подложки, да, что его наносить? Ну, все. Смысла нет. Ну, вы это понимаете. Ну, зачем так краситься? А хотя накрасились, так давайте... Под него нужна или белая подложка, ну, или хоть что-то. Я даже не понимаю, что это за оттенок такой. Какой-то белый с намеком на сиреневый. Зачем я это сделала? Чтобы вам карандаш продемонстрировать. Возьму 0,6 зеленый. Я брала до этого коричневый. Ну, когда тестировала. Он, во-первых, не наносился. Во-вторых, наслоился сам на себя. Вы скажете, что ты на тени наносишь сухой карандаш? Я вам скажу, что я так часто делаю. Ой, у меня глаз... Опять глаз рыдает. Это не аллергия. Просто я для того, чтобы получить пигмент, нажимаю на карандаш очень сильно, и мне больно. Наносится комочками. Именно зеленый цвет может быть другой. Нанесся бы не так. Хотя коричневый на моей памяти так же наносился. Ну, вот, наслаивалась. Я в телеграмме показывала. Какая-то глина. Я вам говорю, это хорошая упаковка, а внутри продукт ужасный. Я не знаю, как это исправить. Ну, что это за стрелочка такая? Ну, возьму зеленый с блестками. Тоже не очень наносится. Это ужас. Ладно, ребята. Вроде все сделала. Глаз порыдал немножко. У меня есть тушь. Ну, это B-Color капсула. Мне ее прислали вместе со спонжем. Ничем не пахнет. Я ее тестировала. Она мне не очень понравилась. Это квадратная тушь. Белая тоже в квадратной упаковке, но она мне больше понравилась, чем эта. Вы знаете, я даже мнение свое не хочу говорить по поводу того, что я сегодня протестировала. Мне настолько некомфортно где-то внутри. Ну, вот такая тушь. Мне больше понравилась та, что в черной упаковке. Она у меня закончилась, поэтому я вам сейчас ее не покажу. Это тоже неплохая. Но мне она рейс не удлиняет, хотя тут написано Ultra Long and Volume 5XL. Не, у меня просто длинные становятся. Но у меня ресниц немного, и они сами по себе короткие. Мне больше вот эта понравилась. Ну, давайте покажу сейчас тогда. Это Extreme Volume Addicted. Тоже B-Color Professional. Подберусь потом как-нибудь туда, чтобы стрелу нарисовать. Я уже все потускнело. Так обидно, но ничего не поделаешь. Хотя я на праймере. Это тоже действительно дает объем. Не знаю, видно это или нет, но здесь у меня удлинение, а здесь действительно объем какой-то есть. Она мне больше понравилась. Ну, иногда и такой эффект я люблю. То есть обе туши хорошие, а черная, которая с такими как, ну, с такими колечками что ли, она давала и объем, и удлинение нравилось мне тоже. Ну, отличалась от этих. Ладно, ребята, доделаю глаза, что ли? Не знаю. Ну, стрелу хотя бы нарисую. Это что тут такое? И вернусь к вам. Вот первый раз коричневая была. Ладно, все, я пошла. Я не стала клеить ресни, потому что я расстроилась. Нарисовала мини какую-то стрелу. Ну, в принципе, то, как и желают меня видеть некоторые люди. А кожа выглядит хорошо. Ладно, давайте делать сводчи. Ой, блядь, ребята мои хорошенькие. Такой здесь на тренш, да? Ну, я уже сказала, это самая дешевая, наверное, формула. Я не могу утверждать, я не знаю. Но по ощущениям, да, так и есть. В очень хорошей упаковке. В достаточно дорогой. То, что 0,8 в рефиле, мне уже все равно. Ни один грамм. Ну и ладно. Потому что... Можно я буду молчать? Пожалуйста. Сейчас чуть потемнее сделаю. Пока оцените макияж. На светлой стороне сделаю, чтобы виднее было. Очень надеюсь, очень, что лав для своих будущих запусков поменяют завод. Потому что лучше варитесь где-нибудь в России, на Гамме там. Где еще? Что я имею в виду, подваритесь. То есть, да, делайте формулы на российских заводах. Чем? Чжи... Что там было? Джизяне. Это ужасный завод. Может, хотели сэкономить на формуле. Я не знаю, но я таких формул не видела года с 2015-го, наверное. Я не все протестировала. То есть, не весь ассортимент. Там еще были палетки на 4 цвета. Но я решила взять хоть какую-то более-менее интересную на 9 цветов. И я сказала, я комментировать не буду это. Потому что я сейчас наговорю. Я знаю, кому это может понравиться. Тем, кто любит тени. Дода Герл, например. Я сейчас не осуждаю вас, если вы любите Дода Герл. Все хорошо. Просто я не люблю. И можно за такую стоимость. Я не помню. Я чек оставила, но потом куда-то его пихнула. И хер с ним уже с чеком. Просто поверьте мне, что я это все реально сама купила. В магните. Прислали бы, если у меня больше было бы продуктов. Все палетки там. То есть, весь ассортимент был бы почти. А тут не все. Ну да. Свотчи у меня всегда такие. 1-2 свотчи, если вдруг впервые. Также я свотчи не наслаиваю, не делаю на подложку какую-то. Ну, на праймер, например. И так я не крашусь. Но вот это может... Ладно, окей. Бывает такой у меня момент. Нюдик называется. Но резь не обязательно клею сверху. А вот это, это вообще не мое. Это не мое. Я из 2017 года. Все важные свотчи я сделала. Помада хорошая. Но, ребят, она не соответствует... Вроде соответствует. Помадка называется Miss Your Kiss. Можете купить, если хотели. Неплохо. Стойкая матовая помада не склеивает. Губюхи. На карандаш у меня была реакция первый раз. Но сейчас все хорошо. Реакция была, видимо, потому что в нем была какая-то острая штука. Я ее сейчас сточила. Все окей. Но карандаш так-то неплохой. Он точно не соответствует. Он должен быть темный, такой бордовый. А это была чистая малинка. Туш от Be Color нет, не понравилось. Напоминаю, что я не сама взяла. Это был пиар. Может, буду пользоваться. Не знаю. Может быть, еще она мне понравится. Я принесла сегодня два пигмента от бренда Ашера. Но когда я увидела, как ведет себя коричневый, я очень расстроилась и решила, что мне нравятся эти пигменты. Если вы хотели, можете купить. Да, я была расстроена. Тени. Реальная упаковка. Очень-очень качественная. Очень. Я пытаюсь защитить как-то. Она даже не пастельная, чтобы ее защищать. Может, вам кажется, что пастельная. Давайте я так прикрою первые два. Это нюдовая палетка. Немножечко тепленькая. Тени тушуются хорошо. Пигмента в них нет. Нет. Пигмента в тенях мало. Тушуются они благодаря этому очень даже хорошо. Но надо ли вам такое? Вы знаете, если надо Дода Герл, то это тоже надо. Тоже понравится. Давайте вы лучше сэкономите лишнюю монетку и купите что-то получше. Например, блядь, тот же самый Инфлюенс Бьюти. Я не знаю. Стеллари. Я знаю, что многие ругают тени Стеллари, но обычно ругают те, кто пользуется как раз-таки вот... Ой, у меня, оказывается, подводка была. Я и забыла совсем. Я взяла Стеллари из розовой коллекции. Здесь фильтр. Блядь, что? Здесь фетр. Мне она понравилась. Неплохая, но она на себя наслаивается, по моей памяти. Вы уж извините, что я сегодня не показала, потому что я такого давно не тестировала. Вот отвечаю, чтобы настолько плохо. Также я не смогла никак вернуть ограничитель. Но гель мне в первый раз понравился. И сегодня тоже, в принципе, неплохо. Но сегодня неплохо, потому что я наносила прям очень много. Но когда у вас ограничитель стоит, тоже нормально наносится. Поэтому гель посмотреть можете. Вообще лучше ничего не смотреть, но хотели, окей. Отражатель хейтеров. Он немножко кремовый. И совсем чуть-чуть как-то потом со временем не то, что тускнеет, а странно начинает выглядеть. Поэтому отражатель я бы не могла вам советовать. Fancy Faces. Он странно сидит. Я переборщила опять с бронзером. Мне не нравится. Чуть-чуть потускнел. Не подчеркивает эту самую текстуру. Я пользоваться не буду, потому что я кремовые хайлайтеры не люблю. Но в целом окей. Лайнер тоже неплохой карандаши. Ни один брать не надо. Особенно для бровей. Потому что вы с ним намучаетесь. Если вы любили старые формулы карандашей, которые как пластилин, тушуются вот этими комочками, все улетает. Но можно брови сделать? Да. Можно, конечно. Но конкретно этот карандаш может быть автоматически хороший. Но я уже не уверена. Потому что вот эти все карандаши, это реально очень-очень старая формула. В плане не того, что она испортилась, а в плане того, что сейчас такое. Сейчас такой завод найти, это надо было постараться. Но он прям нехорошо. Нет, нет. Тон хорош только тем, что у него очень красивый подтон. Оливка типичная. Такая прям хорошая серая база. Я не знаю, случайно это вышло или нет. Обычно вообще-то формулы долго разрабатываются. Я не буду говорить, что лав пришли на завод и сказали, вот делайте нам это. Я буду в душе где-то надеяться, что они действительно долго разрабатывали концепцию. Вот видно по, как минимум по дизайну это видно, но по формулам. Я не могу про это молчать просто уже, что отличный, отличный подтон. Кто хотел оливку, берите, пожалуйста. Это у меня 0,2 оттенок. Но не все оливки, да. Оливок много, но не надо. Вдруг вы не оливка возьмете себе и скажете, о нет, я зеленый шрек там. Не знаю, я впервые, впервые нормально выгляжу. Не желтая и не розовая, и не оранжевая. Это идеальный тон. Он немножко серый, но больше оливки в нем все-таки. Поэтому тон могу похвалить только за подтон. Сам он по себе быстро очень скатывается в эту морщину. Консилер уже тоже весь скатался. Нахер этот консилер нужен. Подчеркнул немножко жопу страуса под глазом. Нет, жопу на серого подчеркнул, а не страуса. Ну не сильно. Как бы тоже можно взять, да. Но, опять же, если вы поэкспериментировать хотите, попробовать что-то новое, то берите консилер. Я им пользоваться не буду. Потому что, не потому что он быстро скатался у меня уже, а потому что чуть-чуть подчеркнуто под глазами, но совсем немножко. Ну и да, он быстро очень скатался вот под этим глазом особенно. Поэтому нет. Пудру не надо так, как она воняет. Кушен можно, но он не похож ни на какие типичные кушены, и даже на те, что на Wildberries продаются вот от с авокадо. Нет, здесь другое. Он как будто немножко сам фиксируется. Чуть-чуть чем-то вот отдаленно похож на Чупа-Чупс. Не советовала бы. Что-то одно от этого бренда... О, лорд. Ничего. Ничего не надо. Да? Хорошо. К сожалению. Быть может, вы что-то тестировали, ребята. Я краем глаза видела ваши отзывы у себя в Телеграме. Что кому-то пудра вроде понравилась. Я могу ошибаться. Или карандаши. Но я не притязательная женщина. Да? Я могу пользоваться и чем-то... Чем-то, да? Но главное, чтобы это было понятно. Я, конечно, люблю люкс. Но мне и от Диваж, например, нравятся карандашики. Вот такие хорошенькие. Прекрасные каялы. От Beauty Bomb некоторые вещи у меня все еще есть. Те же самые доохромные карандаши. Обычные карандаши. Для бровей вот лежит. Из рекламы Dark Academy. Да, обзор был спонсирован, но обзор, да? А не мнение. Все еще пользуюсь. Мне нравится. Это у меня оттенок 0,1. Если вы не знаете, тут ген для бровей, а здесь карандаш. Очень люблю Stellar от Yvian Sabo. Love тоже подавал надежду у меня в голове. Потому что дизайн просто хороший, да? Я как смотрю на шрифт, мне интересно, почему такой именно шрифт выбрали. Но пластик. Фу, блядь, пудра воняет. Пластик качественный. Все хорошо. Воняет пудра цветами вот этим детским кремом, да, таким. То есть не дерьмом, но для меня это не очень хорошо. Упаковки хорошие. Ну почему продукт-то из 2016-го телепортировался в эти коробки? Ну в каком году? В 24-м, по-моему. Мне ничего не понравилось. Я ничем пользоваться не буду. Вот даже консилером. Хотя хотелось бы его спасти. И карандаш для бровей хотелось бы тоже спасти. Но все это пойдет за исключением вот этой штуки. Я этот кушан оставлю. Сколько в нем граммов я же неспроста купила? 10 граммов в нем. Хорошо. Очень тяжело было выбирать, потому что написаны вот эти оттенки. Непонятно где. Где-то в конце состава, где-то в начале, где-то вообще в середине текста. То есть тяжело в целом было найти информацию о том, какой оттенок я покупаю. Ну разве что у помады легко было понять. Помадку взять можете, а в целом не надо. Что у вас есть от Love, ребят? Что-то вы, может, купили и вам нравится. А я вот такая крыска не оценила. Но я могу и дешевой косметикой пользоваться. Но здесь просто у меня нет слов, насколько это ужасно. Я не хотела это говорить, честно. Но у меня сегодня какое-то нежное настроение. Будь я более дерзкая, я бы так проехалась. Но я и так проехалась, знаете. Но аккуратненько, да? Аккуратненько все-таки. Но меня вот эта упаковка смотрит и говорит, ну не ругай меня. Ну мы же старались. У меня такое ощущение, честно, что вообще не старались. Почему-то. Я не знаю. Хотелось бы верить, что действительно создатели бренда Love старались. Но просто я очень придирчивая. Окей? Пишите, пожалуйста, свои отзывы в комментариях. Ребята, если вдруг у вас что-то есть, я это куплю. Если вдруг я еще это не купила. Вот такая вот вечерушка. Я пойду. Помните, пожалуйста, про Fit Stars, мои хорошие. Безлимитно всегда вернули. Это вообще, это просто, это шикарно. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо, понравилась моя речь, если так. Всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк. Оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на мой телеграм, потому что там весело. Всех люблю. Всем пока. Лав вернули 2016. 2016, точнее. Ну, как я со своим фоном сегодня. Помадка некомфортная. Для меня все помадки некомфортные на самом деле. У-у-у. У-у-у. У-у-у.